Динамо Самара Собирали это тоже. А пару раз ошиблись, конечно, когда бежали у вратаря на их половине поля. Но в этой игре результат сложился в нашу пользу. Второй тайм начался с обмена опасными ударами. На 30-й минуте Котлеров дальним ударом увеличил разницу в счете. 4-1. Чтобы взбодрить команду, гости поменяли голкипера и тут же отыграли один мяч. Затем игроки Никеля все больше проводили время в атаке, но самарцы отвечали опасными контратаками, одна из которых завершилась точным ударом Ляльна. А на 45-й минуте Фернандо забил гол в пустые ворота со своей половины поля. Он стал первым для него после возвращения из лазарета. Для меня это очень важный гол после месяца восстановления травмы. В последние минуты гости устроили настоящий штурм ворот соперника, но самарцы уверенно отбивались и даже имели шанс еще забить. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 6-2 в пользу Динамо. Много играли в обороне, тем более было за что держаться, счет был в нашу пользу, поэтому команда терпела, молодцы, но это только первый тайм будет ответ на игра, который, так скажем, второй тайм, где там все будет решаться в Норильске. Ответ на игра состоится 19 декабря в Норильске. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух матчей. Норильский никель выигрывал Кубок России в 2020 году. У Динамо Самара самый высокий результат в турнире – полуфинал в 2019. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.